Сцена тридцать пять, наверное, тридцать семь. Он трастуровский парень из рабочей семьи. Он такой же, как я, он такой же, как ты. И он рубится в дэнди уже много лет. И за все эти годы не терпелся он без. И пиратские хаки, тупые порты. Серый слон захватил нашу память умы. Девяностые годы исчезли давно. Продолжим в дэнди играться равно. И пиратские хаки, тупые порты. Серый слон захватил наши с вами умы. Девяностые годы исчезли давно. Продолжим в дэнди играться равно. В его джойстики нет, топ их селект и старт. Чё? Пиратские хаки, тупые порты. Серый слон захватил наши с вами умы. Девяностые годы исчезли давно. Продолжим в дэнди играть. Пиратские хаки, тупые порты. Серый слон захватил наши с вами умы. Девяностые годы исчезли давно. Киноман продолжит играться равно. Киноман. 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 Поехали! Мне постоянно приходят десятки писем по электронной почте с огромным множеством вопросов о том, кто участвует в создании моих видеопрограмм помимо меня самого, как проходят съемки тех или иных передач, что интересно остается за кадром и так далее. И даже несмотря на то, что я стараюсь по мере возможности на все эти вопросы отвечать, все равно появляются все новые и новые зрители и они все так же продолжают задавать те же самые вопросы. И поэтому я решил, что будет весьма полезно рассказать обо всем об этом наконец вот прямо с экрана, чтобы ответить сразу на наиболее часто встречающиеся вопросы и при этом, конечно, показать кое-что из эксклюзивного видеоматериала. И я надеюсь, что таким образом вы сможете получить более полное впечатление о том, что же такое есть вот эта вот самая киномания. Сегодня в нашей программе. Как снималось проклятие серого слоненка? Что интересного осталось за кадром? Вся правда о том, почему из фильма был вырезан эпизод с Бэтменом и черновая версия, которую никто не видел. А также неудачные дубли из Хронинг Дэнди. И кто же такой человек-рука? Рассказ о тонкостях монтажа, первая съемка Дэнди Мэморис, Перлы на Кухнинг и на Маня Лайф 8 и многое другое. Ну и как полагается, мы начнем с того, с чего же все началось. А началось все вот с этого видео. Я, б***ь, не не вижу эту игру. Хотя нет, все началось с моего друга Коли Кулхарда, который уговорил меня однажды его посмотреть. Это один из ретро-обзоров Джеймса Рольфа, о котором я и понятия не имел до 2009 года, ровно как и его альтер-эго Angry Video Game Nerd. Во время своего очередного приезда ко мне Коли в августе 2009, он немного рассказал мне об этой персоне и об игровых обзорах, которые он делает, но видео не показывал. Меня это тогда не особо заинтересовало, и я благополучно об этом забыл, пока спустя месяц Коля мне не напомнил и не настоял, чтобы я посмотрел один из его обзоров. Вот этот обзор. И через 5 минут после начала просмотра, все, что я мог ему написать в ответ по S&Q, было следующее. Пиксели похожие на говно. Б***ь, что угодно, только не пузырьки. Это что, игра для маленьких девочек? К тому же, эти пузырьки х***. И дальше все в том же духе. Действительно, после многократных просмотров телепередачи «Новая реальность», считая ее эталоном игровой ретроспективы, просмотр этих программ сразу же вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я никогда не думал, что об играх, да и о чем-либо другом, можно настолько интересно и смешно рассказывать вот с такой стороны. Находить в играх до такой степени абсурдные грехи, что самое незамысловатое их высмеивание будет моментально вызывать неудержимые приступы смеха. Но не только этим мне понравились работы Рольфа. Мне показалась крайне интересной концепция повествования его фильмов. Весьма непосредственная постановка, обилие показательность всевозможных раритетных игрушек, проработанный главный герой, уютное олдскульное гнездышко и, самое главное, простой и понятный монтаж. Это, можно сказать, был рецепт построения степно-познавательного видео, которое мне вдруг очень захотелось применить самому. Но до того момента я ничего подобного не снимал и вообще практически не работал с видео. К 21 году все, чем я мог похвастаться в этой сфере, это несколько своих клипов, снятых мобильным телефоном в соответственном качестве. Единственный мой опыт видеопостановки, который у меня был, это когда я попытался поставить и провести у себя дома игру «Что, где, когда» в сентябре 2008 года. По образцу игр конца 90-х годов, где в качестве ассистентов и знатоков выступили мои друзья и родственники, снимая все это действие на камеру цифрового фотоаппарата. Зато на тот момент я преуспел в работе со звуком, от записи и обработки до реставрации и монтажа. Примерно с 7 лет я увлекаюсь музыкой и, в частности, гитарой. И начиная с домашних записей на магнитофон в 90-х, с появлением компьютера в 2000-х, я освоил несколько звукозаписывающих программ. А с 2006-го до 2009-го я активно участвовал в интернет-проектах по поиску и восстановлению русских дубляжей к раритетным мультсериалам, которые у нас показывали в 90-х по ТВ. И за все то время я успел обработать и свести звук далеко не к одному десятку серий. Таким образом появилось огромное желание что-то сделать, но что сделать я не знал. За всю свою жизнь я занимался разными видами творчества. Писал не бог есть какие песни, рисовал комиксы от примитивных человечков до черепашек-ниндзя. Проектировал и рисовал настольные игры для себя и своих друзей. Но с игровой тематинкой я впервые начал работать, когда пробовал себя в качестве одного из авторов игрового оффлайн-журнала GameBeat, который начал выходить на портале muland.net в 2005 году. И тогда мне это так понравилось, что позже я даже стал одним из его главных редакторов. Правда совсем ненадолго. И вот имея весь этот запас я начал думать, что же я могу попробовать снять, чтобы и не выглядеть пародией на VGN, и в то же время рассказать о чем-то нашем, что знакомо каждому. Первые идеи были сделать цикл обзоров о 90-х годах с рабочим названием 90-х, какими их помним мы. Разделенные на 5 выпусков, в каждом из которых я хотел рассматривать конкретные аспекты тех лет, которые нам запомнились. Начиная с мультсериалов о переведении и заканчивая всяческим мерчендайзом. Комиксами, кэпсами, игрушками, вкусняшками и так далее. Подобные обзоры я уже встречал в интернете. Но потом я решил, что поскольку меня никто не знает, и что я пока совершенный профат в этом деле, то на фоне других обзорчиков меня сразу люто закритикуют. И если уж делать что-то, то делать то, чего до меня у нас еще не делали. А именно большой полнометражный фильм, в котором я бы мог собрать все самое интересное. И вот, поразмыслив над этим, я позже решил отказаться от охвата в фильме всех атрибутов 90-х и остановиться на чем-то конкретном, не пытаться объять необъятное. И так вот со временем и появилась идея создания фильма непосредственно о Dendy. То есть о появлении в России восьмибитных приставок и всего, что было с этим связано. И спустя несколько дней набросал вот такой вот план, в котором изложил все, что сопутствовало появлению и распространению у нас восьмибиток. Как видите, здесь все. Начиная от проблем геймера, с которыми мы сталкивались, такие как черно-белое изображение на ламповых телеках, отсутствие разъемов АВ, отсутствие кнопок серед и старт на джойстинках и так далее. До того, как это все преподносилось официально. То есть маркетинг и реклама. Это телепередача Dendy новая реальность, журналы, видео о Dendy, Велик и Дракон, книжка с Кадами и все прочее. Все это я планировал включить сценарий. И практически все у него потом обошло. Кроме разве что упоминания об отсутствии пунктов проката обмена картриджей, хотя во многих городах все-таки, наверное, они были. И рассказы о мультфильме про слоненка Dendy. Так вот, составив этот план, я засел за сценарий. А на дворе был уже сентябрь 2010-го. И спустя три недели, к началу октября, сценарий фильма, получивший название «Проклятие серого слоненка», был закончен. Двадцать листов, порядка семидесяти сцен. Вот. Как видите, по мере съемочного процесса я делал для себя пометки, что уже отснято, а что еще нет, чтобы потом было как ориентироваться. Сцена 42-3, та самая фраза. И да, сценарий я тоже закрывал звездочками все нецензурные выражения. Вообще, я долго думал, использовать или не использовать в фильме нецензурную лексику. А если использовать, то запихливать или нет. Сам я по натуре не являюсь сторонником использования мата в любых видах творчества. Как это сейчас не странно звучит, но это правда. Особенно в музыке я это совершенно не приемлю. И Сектор Газа, например, не слушаю именно по этой причине. В отличие от Макса, который от него тащится. Да. Но, что касается фильма, поскольку я изначально ориентировал его на поклонников Энгри Видеогейм Лерда, то я подумал, что если как-то ущемлю этот аспект слоненки, то как раз они мне этого наверняка и не простят. И поэтому я решил оставить все как есть. И уже в будущих проектах, когда уже начал вырабатываться какой-то собственный стиль, я уже сделал так, как мне ближе. Не обращая внимания на ВГН. Из готового сценария в фильм вошло практически все, за незначительными исключениями. Например, в восьмой сцене, когда я рассказывал про известный миф, что приставка сажает кинескопы, я изначально планировал сделать сцену шире и задействовать своего отца. Видеомагнитофон, например, выдает в тысячу раз больше цветов, однако нам почему-то никто не запрещал подключать его к телевизору. Лишь только по взрослепу мне охватило смелости высказать отцу все, что я об этом думаю. После этого в кадре должен был появиться мой ничего не подозревающий батя, которого я хотел снять на камеру и в этот момент спросить. Па, вот скажи, с чего ты взял, что приставка сажает кинескоп телевизора и не разрешал мне играть, а? И после того, как он бы законно вопросил чего, кадр бы резко поменялся на тот, где я клеваю и пью пиво, и при этом говорю, да, и вот так всю жизнь. А в самом конце я планировал какой-нибудь эпичный кадр, после того, как я увидел на обложке книги с паролями эмблему проверенную профессионалами и выранивал книгу из рук. Занеся в сценарий два варианта последнего кадра, как я закуриваю и нервно курю сигарету, или измотанный всем этим беспределом лежу на диване, я так и не смог выбрать, какой использовать, и просто выклинул эту сцену. Титры фильма я планировал пустить на фоне мультика про Дэнди, но в итоге на его фоне я решил зачитать эпилог, так как музыка Даркмана 007 как-то не очень клеилась поверх мультфильма. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о единственном вырезанном из фильма эпизоде про картридж с Бэтменом, который я позже выложил отдельно. Открою вам секрет. В сценарии этой сцены не было вовсе. И задумал я её уже во время съёмок, когда, перебирая картриджи, я вдруг заострил внимание на несоответствии картинки с игрой. Я планировал написать и отснять её уже после основных съёмок, после чего поместить между 68 и 69 сценами. Но когда я её отснял и попытался вмонтировать фильм, мне совершенно не понравилось, как она туда влезла. И впоследствии я сохранил её отдельным файлом. Так что сейчас, наверное, справедливо назвать эту сцену не удалённой, а не вписавшейся. Сам же процесс съёмок «Проклятие серого слонёнка» не был настолько захватывающим и интересным, как многие думают. Примерно 80% сцен с моим участием я снимал следующим образом. Сидел на кухне и заучивал текст конкретной сцены, после чего устанавливал ракурс, садился за столом, нажимал на запись и проговаривал его несколько раз, вплоть до того, пока мне не понравится тот или иной дубль. Читайцы пидорасы. Примерно так же и проходили съёмки всего остального. Включение-выключение катлиджей, экраны телевизора, крупные планы, книжки и журналы. С той лишь разницей, что надо было уже не учить текст, а оттачивать в кадре все движения. Те сцены, где я в кадре один, я снимал сам, а те, где камера движется, в основном снимал Коля. Он как раз приезжал ко мне в ноябре 2010-го, дабы помочь со съёмками и поучаствовать в сцене с батлтотсами, которую я для него написал. И ещё тогда он привёз мне катлиджи с глюкнутыми ниндзей Гайденом и Солбрейном. Каждый вечер после съёмок на кухне был страшный бардак. Да, она там вообще. Вот это развал! Это мега крутой развал. А чё в блок питания до сё пор торчит, грозит? Так мы играли. А, там Super Nintendo ещё. Покажи ж мою новую Super Nintendo. Super Nintendo. Да она ж, я никуда не денется. Вот она. Лицезионная. Из всего этого барахла, она единственная лицезионная, что у меня есть. Полюбуйтесь на это. Deadly Towers. Это кусок говна среди... А мы не сможем поиграть в Deadly Towers? Нет. Что-нибудь? Я попробую. Это же, это NTSC, братан. Ну, оно... Оно же... А, ну да, оно что-то... Он, во-первых, приставку не ввели... Плата длиннее, бля, он дофига длиннее. Да? А ну, покажешь. Ты что, ты не сравнил, что ли? Нет. Да, он картридж... А, ну, зацени. Вот полно. Зацени в картридж. Чего, ну вот. Длиннее. Ого. Насколько. Сейчас. Так. Человек же им на Super Nintendo лицензия. Помню, когда я впервые рассказал Коле о своей идее снять фильм-обзор о Денди, первое, что он мне сказал, было, думаешь, это кому-нибудь нужно будет? Но потом, поговорив о мастер-глюченных игр и уже прочитав сценарий, он всецело заинтересовался проектом. Как и я надеюсь на его успех. И за ту неделю, в которой он пробыл у меня, мы успели снять много материала. На каждой из них, ну, вот так вот будешь ходить с камерой, понял? И потом остановишься на... Ну, сложно. А? Это сложно. Ну, смотри, я листаю, ты общим планом берешь, чтобы было видно даже немножко меня. Потом я дохожу до этого раздела, ты укропняешь примерно вот на этом, вот на этом, укропняешь ракурс. Идешь вот так, осматриваешь, осматриваешь постепенно. Потом останавливаешься на вот этом ЧПДЛ, и я его читаю. Когда я его прочитаю вслух, ты опять начинаешь водить, просто водить, ни на чем не заостряю внимание. А на второй странице тоже? Ну да, на второй странице я тоже покажу, ты тоже... А, нет, второй страницы нет. Не, на второй странице нет. Ну, я там рассказываю про этот самый, про Gamefax.com в интернете, типа. Да? Угу. Такого у тебя не было. Не, есть. Но я рассказывал, типа, что вы делаете сейчас, когда вы играете в какую-нибудь еду, доходите, не знаете, что вам дальше делать. Наверное, если ты в интернет, в какой-нибудь сайт типа Gamefax.com и ищешь, и ответ на свой вопрос. А, типа, в те времена у нас не было интернета, не было сайтов. Вот ты так ставишься на холодильник, тогда мне надо как-то вот так вот, не знаю. Ну да, ты же сядь где-нибудь здесь, чтобы было и телевизор видно, и меня. Но это же все полная жопа. Вы только посмотрите на американские картриджи. Это корабель же с сердцем сломает. А, стоп, когда я показываю картридж, переводить, переведи. Стоит, как думаешь, вот перевести, показать картридж? Может, ты так перед собой и покажешь как-нибудь, нет? Я хочу, как бы, по нему постучать, показать, что так все робинхер сломается. Ну так он и так виден. Так видно? Он только в углу здесь совсем, чуть-чуть повыше вот сюда. Вот так? Вот так вот, да. Вот где-то. Хорошо. Видно, что на столе? Если видно, надо убрать. Ну вот так вот чуть-чуть стол видно. Ладно, нет, все верну. Обладательные такие картриджи в Америке и в Европе наверняка вообще никогда не приходилось заниматься подобной фернёй. Да, Россия это тоже отчасти европейская страна, но у нас картриджи были сугубо китайскими. И крошились постоянно. Так что, я, кстати, и дальше их забыл. Так что для того, чтобы просто поиграть, все, что нам оставалось, это, кстати, что уже сейчас. Так, ну теперь ты будешь снимать меня. Вот так вот я буду держать. Встань где-нибудь здесь. Отведи назад. Общий план сделай. Пониже, пониже ты должен быть. Во, отлично. Так, повыше возьми, чтобы голову был. Не, 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 ты сиди, 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 сиди как сидел. Вот, вот так вот, вот так вот и будешь снимать. Только желательно не шевелиться. Вы только посмотрите, какому мудаку пришла в голову... Нет, надо смотреть в камеру. Дубль 3. Вы только посмотрите, какому мудаку пришла в голову мысль впаять провода джойстиков. Дубль 4. Вы только посмотрите, какому мудаку пришла в голову мысль впаять провода джойстиков. Но несмотря на посильную помощь Кулхарда, проблем в процессе съемок тоже было достаточно. И первой очередной проблемой была как раз сама видеокамера. Вот собственно на что снимался почти весь фильм. Кассетная видеокамера JVC модели GR-AX760. Выпуска примерно с середины 90-х годов. За время подготовок к съемкам мне так и не удалось найти камеру, способную качественно снимать видео в цифровом виде, и поэтому пришлось прибегнуть к весьма изощренному методу. Несмотря на то, что камера хандикамовская и пишет видео непосредственно на 16-мм кассеты Mini VHS, в съемке фильма я на кассеты не писал, а подключал ее видеовыход через композит напрямую к DVD-рекордеру, который в режиме реального времени и писал в DVD-формат все, что фиксировала на данный момент камера. Качество при этом, как вы могли видеть, было не шибко лучше, чем на VHS, но картинка хотя бы была чистая, без прочих помех, свойственных аналоговым носителям. А после этого я записывал на диске весь отснятый материал и переносил непосредственно в комп для последующего монтажа. Вот примерно в таких условиях мне приходилось тогда снимать большинство сцен. В целом метод, скажу я вам, неплохой, но для съемок каждой сцены он неизменно требовал три основных деталей. Видеокамеру, DVD-рекордер и телевизор, который будет показывать все, что писется в данный момент с камеры. В условиях съемок на кухне это было не так уж и сложно, но когда пришло время снимать мой старый ламповый телек-фатон, который находился за 60 километров от кухни, нам пришлось тащить всю эту аппаратуру с собой на машине в деревню и обратно. Но даже сделав это и отсняв все, что нужно, было весьма обидно приехать домой и обнаружить, что в одной из сцен с Марио с телевизора не записался звук. Тогда пришлось потратить дополнительный вечер на то, чтобы воссоздать по деталям всю звуковую дорожку отснятой игры и записать ее в таком же качестве звука, что и там. И все бы ничего, но через два месяца после начала съемок, под самый новый год, эта камера у меня накрылась. Да, съемку пришлось остановить, камеру отдали в ремонт, где ее продержали около месяца, но так и не сумели отремонтировать. И лишь спустя два месяца, уже в феврале, я наконец сумел найти ей замену, на которую я и доснимал все оставшиеся сцены. Собственно, в связи с этим и была заметна небольшая разница в картинке самого фильма. После выхода готового фильма меня часто спрашивали, во сколько мне обошлось его производство. Могу сказать, поскольку реквизита на съемках было задействовано немного, то, не считая 3000 рублей, потраченных на вторую камеру, 70 рублей за картридж для Тауэрс и около 400 рублей, оплативших почтовые пересылки, фильм не стоил мне больше ни копейки. Его постпродакшен длился в течение всего съемочного периода. Практически ежедневно в течение пяти с лишним месяцев я занимался его монтажом. И всю основную работу я делал в программе Sony Vegas, но об этом я расскажу вам чуть позже. Таким образом, к концу марта фильм был закончен, и 24 марта 2011 года была готова первая черновая версия «Слоненка», которую я незамедлительно показал Коле, и следующие три дня мы вылавливали и исправляли допущенные в ней нестюковки баги. Эту версию фильма пока никто не видел. В сравнении с финальной она практически ничем особо не отличается, кроме необработанного звука и нескольких монтажных переходов. Но именно после ее просмотра было решено в корне перемонтировать сцену с неубиваемым шредером в «Черепашках ниндзя 3». После релиза фильма мне неоднократно писали о неоправданной затянутости сцены, но должен вам сказать, что вы как раз видели уже исправленный ее вариант с принудительно укороченным хронометражом. А изначально сцена выглядела вот так. Декст, он забегал! Тебе не уйти! Еще немного... Артушпида! Артушпида! Че? Он перестал мигать? Быть не может! Так! Замегал! У нас осталось пару ударов! Че? Тебе! Замегал! Че за хр... Ти че издеваешься? Я давно уже должен был сдохнуть! В первой версии фильма сцена с убиванием Шреддера была длиннее примерно на 40 секунд и уже после первого просмотра Коля настоял, чтобы я ее укоротил. Мне же казалось, что доведение Шреддера до Мингания необходимо было показывать более подробно, но после премьеры я понял, что если бы я этого не сделал и оставил монтаж как есть, то писем о затянутости было бы намного больше. Так или иначе, премьера фильма «Проклятие серого слоненка» состоялась 27 марта 2011 года. И за несколько следующих недель я получил сотни положительных отзывов, чего, честно сказать, совершенно не ожидал. Сняв этот фильм, я не собирался дальше продолжать заниматься видеопроизводством, но просьб о продолжении в итоге стало так много, что я призадумался над тем, действительно ли это так интересно зрителям. В своем фильме я попытался собрать и показать все самое-самое интересное из того, что творилось на Денди, поэтому материала на второй фильм взять было просто неоткуда. Многие просили меня сделать подобный фильм о 16-битной Sega Mega Drive, и зрители также писали мне о различных пиратских казусах, связанных с этой приставкой. Но мне в 90-х поиграть в Sega удавалось редко, и в 2000-м я смог увидеть на ней от силы игр 20. И поэтому, не имея тесного общения с консолью, не имея особой ностальгии, воспоминаний, связанных с ней, фильм никогда бы не получился настолько интересным, как Слоненок. И поэтому для продолжения я решил вновь остановиться на Денди и продолжать делать видео о ней. И в мае 2011-го я запустил в производство цикл обзоров Денди Хрониклс, или Хроники Денди, где уже более подробно рассматривал аспекты появления в России тех или иных игр. Качество съемки этих видеопрограмм по сравнению с моим дебютным фильмом резко возросло, потому что их мы уже снимали на полноценную цифровую видеокамеру, способную даже снимать HD-видео, но на HD мы перешли только в шестом выпуске. И когда я говорю «мы», я имею в виду, что эти выпуски я снимал уже не один, а в паре с моим другом Максимом Едуш, с которым мы были знакомы уже лет шесть посредством общения на форуме МЛэнда. Несмотря на то, что мы живем в близлежащих городах, я в Ростове, а он в Таганроге, до этого момента мы не встречались. И когда Макс посмотрел «Проклятие серого слоненка», он сначала наехал на меня с претензией, что я не обратился к нему за техпомощью, поскольку у него есть хорошая цифровая видеокамера, а потом изъявил желание помочь в дальнейших съемках и поработать оператором. С тех пор он регулярно приезжает из Таганрога на съемки каждого выпуска Хронинг Дэнди, и в каждом из них он также неизменно снимается в качестве закадрового персонажа, именуемого как «Человек-рука», или, как его называл сам Макс, «неведомая х***». Вся концепция цикла Хронинг строится на подробном изучении различных пиратских изысков, будь то игры, ханки, картриджи, фомиклоны, журналы, невменяемые обложки и всякие прочие аксессуары, с чем нам довелось иметь дело в 90-х годах. Иными словами, на старинке я по абсурду. В каждом выпуске фигурирует множество разного игрового реквизита, в основном картриджи, и зачастую не мои. Начиная с самого первого выпуска о Супер Марио, реквизит в виде картриджей мне присылали на съемки несколько разных людей, но большую часть для каждой программы мне неизменно предоставляет один человек – Сергей Неконец, коллекционер Дэнди, известный среди геймеров как Ареонор. С ними я познакомился сразу после выхода «Проклятия серого слоненка», и, готовя пилотный выпуск Хронинг, попросил у него на время съемок имеющиеся у него картриджи с хаками Марио. И он один прислал мне иногда практически всю эту кучу Марио хаков, которая насчитывала около 30 штук. С тех пор для каждого следующего выпуска он предоставляет мне для съемок все необходимые экземпляры из своей коллекции, будь то Аладдин, Королев или Гострый Виллэдж, за что я ему очень благодарен. Также я очень благодарен всем вам за то, что вы поддерживаете мой проект и продолжаете делать взносы насчет феномании. Ведь именно благодаря вам я наконец смог приобрести вот это – моя собственная цифровая видеокамера Sony SEX 740, купленная почти за 40 тысяч рублей, на которую мы теперь снимаем все новые видеопрограммы в HD-качестве. А также вот этот вот студийный конденсаторный стереомикрофон, который мы приобрели за 5,5 тысяч. А еще обновленный системный блок компьютера для обработки видео, 2-терабайтный винт для хранения видеоматериалов, штатив. Ну, в общем, все это стало возможным именно благодаря вам, благодаря вашим просмотрам и вашим взносам. Спасибо всем огромное! А чтобы предупредить возможные вопросы о том, на что мы снимали эту сцену, то мы ее снимали на новую видеокамеру Макса. Sony HDR TD-20VE. И мне п*** на правильное произношение. Съемочный процесс «Хронинг Дэнди» не особо отличался от съемок «Проклятие серого слоненка». Кроме того, что в технологическом плане он стал для меня проще, так как появился Макс, который любезно взял на себя всю основную работу по подготовке и приведению кухни на длежащий вид. А в плане монтажа, в общем-то, тоже, поскольку в процессе съемок «Проклятие» я как раз и учился работать с монтажом, а на съемках «Хронинг» у меня уже был кое-какой опыт. Так вот, все свои проекты я озвучил и монтирую в программе «Сони Вегас». И сейчас я вам покажу примерно, что это из себя представляет. Вот это готовый проект к выпуску «Дэнди Кронинг 7» – первая часть гейм-парада. Собственно, вот это идет основная видеодорожка. Все, что вы видели в выпуске, в основном, это вот эта видеодорога. Я монтирую очень просто. Вот это первый титр. Здесь я смотрю превью, потому что второго монитора у меня нет. Все вот эти вот сглаживания – это есть затухание. Я делаю различные свойства им придаю. Например, есть момент, где идет переход между кадром по часовой стрелке. Это вот здесь. Вот видите, да, как это происходит? Club Vibe называется. Вот все эти свойства я делаю здесь. Вот из этого всего я выбираю, как будет у меня изображен переход под разные кадры. Разные свойства. Весь этот монтаж, все это занимает достаточно много времени. Не знаю, сколько конкретно. Может, недели три, может быть, четыре. Видеодорожек у меня здесь много. Где-то штук шесть. Вот все вот эти фрагменты – это то, что накладывается поверх кадра. Различные фотографии, различные субтитры. Вот, например, вот эти стрелочки, когда появилась надпись «Пиратский босс». Вот оно все. Все это ставится сверху, накладывается поверх и в нужное время, соответственно. Все увеличения, все сглаживания. Например, в некоторых сценах бывает недостаточно света. И в данном случае я применяю Color Corrector. И здесь добавляю различные свойства. Например, повышение «Гейн». Это как бы световое повышение. Вот, посмотрите на превью. Это не совсем яркость, но не совсем контрастное, что-то среднее. Вот этим иногда я добавляю света. Ну, Saturation, соответственно, качество, в смысле, насыщенность света. Тоже иногда. Очень-очень немножко я добавляю, чтобы не было заметно. Потому что снимаем в разных погодных условиях. Иногда бывает темнее, иногда светлее, иногда днем, иногда вечером. Иногда солнце, иногда нет. Звук занимает три звуковые дорожки. Они сейчас все отключены, потому что это как бы смонтированные демо-дорожки. В основном звук делится так. Две дорожки — это Action и Action 2. То есть, съёмка с видеокамеры — это Action. И Action 2 тоже с видеокамерой. Просто бывает, что они нагладываются друг на друга. И поэтому их две. Закадр — это то, что я начитываю за кадром. Вот видите, в седьмом выпуске этого было совсем немного. Только в двух сценах. Это когда я сижу уже за компьютером и делаю озвучивание перед микрофоном. Звуковая дорожка музыки. Здесь все музыкальные и звуковые мелодии, которые есть в выпуске. И одиннадцатая дорожка. А это у нас уже пошли почищенные. То есть, вот эти три дорожки я их отключил. Это не почищенные. После того, как я их почистил, я их пустил вот сюда. И вот, собственно, готовый звук представляет из себя четыре дорожки с монтированной вместе. Ну, иногда проставляю различные пипы там и так далее, чтобы закрыть незензурную лексику. Иногда в выпуске бывают такие случаи, когда необходимо прибегнуть к комбинированной съемке, чтобы скрыть некоторые дефекты, допущенные при видеосъемке. Вот сейчас я вам даже кое-что покажу. Например, не все знают, что бывают такие случаи, когда... Ну, я себя переозвучиваю, бывает. Бывает, что я накладываю, заменяю какие-то кадры другими, чтобы не было заметно стыков между сценами. То есть, чтобы все выглядело гладко. Ну, вот, например, мне пришло с седьмого выпуска явно поломать голову. Вот, например, сцена, мы послушаем, где кто-то из-за кадра достает мне вот этих гатериджей, я смотрю и офигеваю, и говорю, как это так. Вот эта сцена была снята одним кадром. То есть, как бы, мы начали снимать вот отсюда, когда я показываю кадры с единственными историями, и заканчивается она, по идее, тем, как я говорю, что я вам в конце представлю хит-парад, все кадры за всю свою жизнь. Но здесь эта сцена мне не понравилась. Мы отсняли ее, и мне не понравилось, что я произнес последнюю фразу в конце. И мне хотелось ее чем-то заменить. Мы сняли несколько дублей, и чтобы заменить, нужно было как-то состыковать. Но тут уже пошла такая штука, что разница в расположении катериджей, в разных дублях была немного отличная друг от друга. И чтобы вы этого не заметили, мне пришлось как следует поломать голову и поднадорвать жопу, что называется, чтобы сделать комбинированную съемку, исключительно вырезав вот это вот, то, что лежит на столе, и наложить на то, что вы видите в кадре. И выглядело это примерно вот так. Вот это вот все я вырезал из того дубля, который в конце мне в итоге не понравился, но понравился в начале. Его до начала вы видели в выпуске. И чтобы не было заметно разницы, я это все наложил на второй дубль, который я взял с момента... Вот мы посмотрим. Я говорю... Я представил вам свой собственный аппарат. Я держу катеридж. Это было уже во втором дубле. В первом катеридже, в первом дубле, я этот катеридж не держал. Но чтобы этот катеридж не взялся из ниоткуда, мне пришлось сделать перебивку на то, как будто я якобы достаю из-за приставки тот самый катеридж, который будет на первом месте самой отмороженной среди всех катериджей в параде. И чтобы не было заметно разницы в положении катериджей, мне пришлось прибегнуть вот к такому вот тревогу. То есть вот это вот, это один видеоплан, а вот это вот, это другой. И вот вы видите, чем они в принципе отличались. Очень редко мне приходится с этим сталкиваться. Иногда, когда приходится, лень переснимать просто, всё это подготавливать. И поэтому я всё это делаю вот таким вот способом. Ну вот таким вот ситростям приходится иногда прибегать, потому что не всё кайф переснимать, и на всё есть время. Если можно это исправить путём монтажа, то обычно это исправляет старт. Обычно при монтаже я исправляю другие огрехи. Например, когда я себя переозвучиваю. Бывают моменты, когда я в кадре снимаюсь на кухне и начинаю что-то говорить либо немного не так, но в принципе правильно, либо я просто начинаю что-то импровизировать. Но это не вязвится в итоге с контекстом и с общим текстом, и приходится какие-то слова переозвучивать, либо брать из других дублей. И вот, например, в седьмом выпуске Хроник, многие уже, наверное, заметили, был момент, когда я говорил, типа, беру, рассматриваю наклеек и говорю, что они сопоставлялись с нужными играми, и клеили куда надо. Куда надо, я наклеил сверху. Я в кадре сказал, сопоставлялись с нужными играми, и клеили куда нужно. Но мне не понравилось, как в итоге это звучало, потому что в сценарии у меня было написано, сопоставлялись с играми, и клеили куда нужно. И я случайно сказал, нужно переснимать. Мы это и так переснимали, наверное, дубля с восьмого или с девятого. Я уже придумал, думаю, ладно, я уж лучше переозвучу, и так и пущу. Вот, в принципе, то, что вы и видели. Некоторые моменты накладываются сверху, как я уже говорил, вот тот самый кадр, когда кнопка «цензурить» закрыла симпатичную попку на картридже в стиплеровском замете. Вот всё это строение, вот этой вот кнопкой «цензурить» я тоже вымерял очень долго, ну, наверное, как долго? Наверное, так минут сорок я вымерял её плавное движение. Чтобы она совпадала, в нужный момент закрывала. Ну, это всё делается исключительно здесь. Я не работаю в программах с эффектами, я не работаю, например, в «Эдап Эффектс». Я знаю, что в «Эдап Эффектс» многое делал в «Эдап Эффектс» и так далее. Я как-то больше пытаюсь добиться нужного результата, используя именно вот такой вот монтаж несложный. Все эффекты, если мне они вдруг понадобились, то я прошу обычно кого-нибудь из моих знакомых мне в этом помочь. Например, вот как в седьмом выпуске вы видели, появилась впервые такая компьютерная заставочка гейм-парада. Вот это было всё сделано как раз-таки в «Эдап Эффектс», но это делал не я. Я бы такое хрен сделал, поэтому вот я попросил своего друга Павла Брестского, он же «Имитаторс», сделать мне вот такую заставочку. По мере выхода новых выпусков Дэнди Крониклс меня стали часто спрашивать о том, на каких условиях я так усердно рекламирую напиток Пепси-кола и сколько мне за это платит компания-производитель. Должен сказать, что я вовсе её не рекламирую и никакого договора с компанией Пепси у меня нет. Пепси-кола появилась в программе, будучи как альтернатива пиву и всяким другим алкогольным напиткам, которые появлялись у меня в руках в моём первом фильме. Образумевшись с тех пор и пытаясь бросить пить, я перешёл на Пепси, поскольку Пепси в 90-е была у нас на вес золота и я её с детства просто очень люблю. Ещё было много вопросов по поводу того, почему программа Хроник и Дэнди продолжает выходить в формате 4х3 вместо 16х9, при том, что теперь в распоряжении имеется современная видеокамера. Дело в том, что я принципиально монтирую выпуски в 4х3 по двум причинам. Во-первых, формат изображения 4х3 соответствует формату игр на Дэнди, и я не вижу ничего хорошего в том, чтобы пихать в квадратную картинку игры широкоэкранный вид, поскольку это точно так же повлечёт за собой некорректное урезание или деформирование кадра, что является сейчас извечной проблемой современных ЖК-телевизоров. И во-вторых, при съёмке на достаточно тесной кухне под разными углами, в кадр то и дело попадают посторонние объекты или отражение самого съёмочного окружения. И тут как раз обрезка сторон кадра до соотношения 4х3 и помогает скрыть все эти неуместные детали. Так что тут дело исключительно в этом, а вовсе не в том, что у меня монитор компьютера 4х3. Ещё после премьеры первого выпуска меня очень многие спрашивали о том, как мне удалось взломать игру Марио, чтобы провести его сквозь трубу на уровне Т1, и очень просили научить, как это делается. Опять-таки должен признаться, что сам я этого делать не умею, и всю хакклингскую часть этого дела выполнил ещё один мой друг, Александр Бейс, он же Драйвер. Кстати, позже мы с ним написали пару музыкальных каверов. Так вот, он это сделал исключительно при помощи программы Артмани, и после процесса хакклинга прислал мне для съёмок сэвы во всех нужных местах. Он пытался и меня этому научить, но у меня это почему-то не получалось. Никак не удавалось вычислить нужную координату, которая отвечает за расположение Марио на экране. Если вы хотите, можете поискать более подробную информацию по этому поводу. Я думаю, найти будет не проблема. Ну и вместе со всеми основными вопросами касательно появления новых выпусков Хроник, мне также многократно писались просьбами показать что-нибудь из неудачных дублей, как снятым выпуском. Поскольку однажды я выкладывал подобную нарезку к фильму про Слонёнка, а Хроникам ничего такого не было. Поэтому прямо сейчас по вашим просьбам наиболее забавные дубли из Дэнди Хрониклс. Через два года после выхода Марио Брос в 1985 году Нинтендо выпускает свой сверхпопулярный игровой хит. Игру номер один в мире, восьмибитную легенду всех времен и народов Супер Мат... Землями пухом, б***ь. Вот у меня есть один яркий пример купленный в магазине Дэнди в первой половине девяностых годов. И даже не сомневайтесь, что алицизионный. Видите, вот коробочка. И вот я, значит, вот должен был увидев этот картридж на витрине магазина, должен был как-то догадаться, что это Супер Марио... Братья, б***ь. Угу. Угу. И, значит, вот я, увидев этот картридж... Б***ь, б***ь. Значит, вот я, увидев... И, значит, вот я, увидев этот картридж на витрине, должен был как-то догадаться, что это игра Супер Братья Марио. Вот что он был сказать. Хочбай. На черву знает, что написать. Сейчас посмотрим. Так, что тут у нас? А, вот зомби из земли вылезают. Так, и запишем. Это секрет, что надо. Так, а вот срезки направления показывают. Это же вообще-то переть нереально. Пойдет. Так, а где же эти безопаснее-то? А черву знает, я тут при чем. Выбирайте сами. Из-за расы. Ага. Китается. Так, что тут у нас? А, вот зомби из-под земли вылезают. Так и запишем. Это секрет, что надо. Так, вот стрелки на указательном дает. Это же вообще на передний реально. Пойдет. Так, они же безопаснее. Сверху или снизу. А черву знает, выбирайте сами, я тут при чем. Профессионалы, мать ва... Заткнись! Сонка. В таких условиях приходится работать. Надо ждать, пока заткнется сигнализация на улице. Неужели? Так. Вообще-то на Дэнде такой игры нет. На Super Nintendo есть игра Super Ghosts and Ghosts. Но... Что оно? Являющееся более продвинутой. Super Ghosts and Ghosts. Блин, не перепутать бы, пипец. Super Nintendo Super Ghosts and Ghosts. Блин. На Super Nintendo называется Ghosts and Ghosts. А в книге написано Ghosts and Ghosts. Надо не перепутать, блин, где хак. Я с***. Вообще-то на Дэнде нет такой игры Ghosts and Ghosts. Есть... Да пипец, это пипец, похоже. Вообще-то на Дэнде такой игры нет. На Super Nintendo есть игра Super... Super Ghosts and... Super Ghosts... Super Ghosts and Ghosts. На Super Nintendo есть игра Super Ghosts and Ghosts, являющаяся более продвинутой версией Ghosts and Goblins. А тут же она называется Ghosts and Ghosts. А это же называется Ghosts... Ghosts... И вполне вероятно, что в России в 90-х годах копии картриджей с этой игрой было не больше, чем с теми же той истории или Бугерменом 2. Посмотрим. Жесть. И вот видите, вновь от лицензионных к нелицензионным играм наблюдается явный прогресс. Таким образом мы рассмотрели все выходившие на... ... ... Таким образом мы рассмотрели все выходившие на... ... Я тебе сказал, по сиркалам игры я не рассматриваю. Чё тормозить? Ты шо, хочешь сказать, что она тоже сделана по первому риту? И это не хрустый поворот. Увидел, типа, приставку, она подвернулась под рукой. Я останавливаюсь, а по-своему мячу поеду дарить. Да я её буквально чуть-чуть зацепил, чё она летает? Я не хотел. Ты чё? Не сцена работает. Итак, Киномания, Хроник и Дэнди представляют фитпарат самых изысканно психодротых. Потому что на нём, помимо первой и второй частей про этого монументального хиборга, есть ещё две, которые были сняты по мотивам ещё не сделанных... Которые были сняты по мотивам ещё не сделанных фильмов. Понял? Удалось ли мне это или нет, я до сих пор не знаю. Но у меня в руках картридж с игрой Robocop 4. Какой нахуй 4? Как им это пришло в голову? Откуда? Кто вообще эту еле смог нарисовать? При чём... Зачем кулак? Зачем кулак? Зачем кулак? Чё? Кому? Мы подошли к черте. В черте отделяющей зло от дабла, а плохие игры... Да бля, да бля, да бля. Слот, да бля. Да бля. Да, только этого не хватало. Я попал! Блин, ну надо подвинуть что ли бедро туда. Ну почти получилось. Поехали. 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 Ну какого она прыгает, а? Поехали. 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 Тааааааааааааааааа Славы ж сказаннан сил ноутдАриль. Мне же больно. Это же оставаться. Ха-ха-ха. Название это произрастает из моего сетевого имени Хиноман, который в свою очередь не придумал Яндекс в 2003 году, когда при попытке зарегистрироваться там под ником Хиноман, тут сказалась моя любовь к группе Кино и вообще к кинематографу, он ответил, что ник уже занят и предложил поменять букву О на А. Там собственно и получился Киноман. А с выходом третьего эпизода Хроник, всё наше видеопроизводственное сообщество получило общее название – Киномания Продакшн. Именно тогда к нашей команде присоединились двое новых и талантливых людей – это Дмитрий Удалов, он же FST1, и Андрей Вдовиченко, известный как Сэндман. Кстати, им большой привет. Вот благодаря именно им мои программы, да и вообще вся наша группа стали отличаться действительно качественным художественным оформлением. Так вот, короче говоря, с появлением сообщества стал вопрос о разнообразии программ и создании новых видеопроектов, и первым среди таковых стала серия «На кухне». Идея изначально предложена Колей Кухардом и задуманная как неформальная дружеско-общительная посиделка с прохождением игры на приставке и созданием такой тёплой, ускульной атмосферы. Первый выпуск, игровой выбор которого был абсолютно очевиден, был экспериментальным и снят на VHS-камеру, поскольку в тот раз Коля был в Ростове проездом, и Максим не успел тогда привезти нам свою видеокамеру. Зато все последующие выпуски мы снимали уже при его участии. А что до самих съёмок? Вопреки кажущейся нашей лёгкости и непринуждённости в кадре, на самом деле, снять что-либо с первого дубля не удавалось практически никогда, но зато всегда было весело. Всем привет. Исири, здорово. Всем счастливо. Блин, счастливо, я ушёл. Ещё раз. Такой логично выйди за дверь. А когда мы открывали запечатанный батл-тотс, сердце просто кровью обливалось. Так, ну поехали. Блин, ну тебе не жалко его? Как открывать-то, ёлки? Конечно жалко. Стой, подожди, давай ещё раз, стой. Я сам волнуюсь, блин. А мне ещё, представьте, не труситься в этот момент. Так, ну ладно, давай. А вот так мы пытались придумать себе те самые прозвища в завершении недавно вышедшего выпуска батл-тотс и дабл-дрэгон. А вы думали, что всё было сходу? А, сейчас. Ну а как бы ты меня назвал? Если ты мастер жестенька, то я кто? Ты кто? Мастер жестенька номер два. Ну а тогда связанная с жабрами. Если ты мастер жестенька, то ты, то я, типа... Это про персонажа? Ладно, мастер пятки. Мастер пятки и... Повелитель коленок. Ха-ха-ха. 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 Не, ну если жаба, мастер пятки, то что такое этот дракон? Дракон. Мастер пятки и... Это должно быть связано с твоими приемами. А какие у меня приемы? С удар коленами, удар с разворотом. Жан-Клод Амдам. Жан-Клод Квиноман. А там Жан-Клод? Билли там. Билли. Билли. Не Жан-Клод. Вообще ни разу. Ну что, мы не придумаем? Мы, смысл, и сейчас за 10 минут не придумали. Ну, придумаем сходу. Повелитель коленек. Каменно-коленчатый киноман. Титаново... Титаново-голенный. Киноман Титановое колено. О! Мастер пятки и куха, как и киноман Титановое колено. Пойдет? Ну, давай будет так, ладно. Да, давай. А, у нас все это записывалось. Да? Да. Да. Впрочем, не обходилось и без откровенных фейлов. В особенности, когда в апреле 2012-го мы отсняли на кухне с игрой Костельвании. И по недосмотру затерли первую половину съемки с записью следующего выпуска на кухне Comic Zone, не успев скопировать видео на жесткий диск. Однако, как показала практика, вторая попытка прохождения нам удалась гораздо лучше, чем первая. Тем более, что в первый раз мы проходили игру на первом круге и, соответственно, на обычной сложности. Вообще, по мере выхода новых выпусков на кухне, наших зрителей все больше и больше интересовал вопрос, каким образом происходит съемка этой программы. Как и чем мы записываем игру, и правда ли, что мы действительно играем на приставке в реальном времени, или может мы просто притворяемся и комментируем уже записанную игру на эмуляторе. На самом деле, конечно, мы играем в реальном времени на реальной приставке. А чтобы ответить на вопросы касательно записи, я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик, который мы сняли сразу после окончания съемок юбилейного 10-го выпуска на кухне специально для этой цели. Батл Тодз после победы. На часах 5 утра. Только что мы с Николаем прошли впервые европейскую версию Батл Тодз. И по случаю такого события мы решили сделать такое вот кратенькое видео о том, как это все сейчас происходило за кадром. Вот, вы видите, Nintendo Entertainment System. От нее идут туева куча проводов к видеоку, к телевизору вон там сзади. И черт из сколько всего включено в розетку. В общем, полная жесть. Но сейчас я вам хочу показать, как, собственно, происходит запись игры через видеомейтофон, через DVD-рекордер. И как мы, собственно, ориентируемся на телевизоре, как это потом идет в телевизор. Так вот, в случае с Dendy и с Nintendo Entertainment System ситуация приблизительно одинакова. Тюльпаны видео-аудио несут сигнал с приставки в DVD-рекордер. DVD-рекордер записывает. И потом пускает одновременно то, что он записывает на телевизор с помощью вот этих вот разъемов. Мы это видим с небольшим запозданием. Примерно 0,2 секунды. Обычно на играх это особо не ощущается. Ну, то есть идет перезахват экрана. Из-за этого небольшое отставание. И обычно это не создает проблем. Но когда мы только что пробовали записать Battle Tots, на третьем уровне немного Коля слил жизни. И сказал, что... Там оба слили. Ну, и я тоже слил. Сказал, что это не вариант. И поэтому был выбран альтернативный способ подачи видеосигнала в телевизор. Еще с помощью вот этого вот антенного кабеля. Этот антенный кабель мы пустили прямо за телевизор. И на 95-ом канале настроили трансляцию с приставки NES. И таким образом получилось, что приставка одновременно несла через тюльпаны сигнал в видеокудра записи. И одновременно сигнал с антенного кабеля несла в телевизор для того, чтобы мы могли ориентироваться. Вот. И теперь, после того, как видео записано, я запишу его на диск, понесу в компьютер. И буду это все монтировать вместе с тем, что снимается сейчас на камеру. Вот такая вот несложная схема. Но обычно, конечно, происходит проще. Нету всего вот этого бардака. Штатив вот, да, после съемок там еще валяется сзади аккумулятор. Да. Вот. Обычно мы обходимся без вот этого вот антенного кабеля. И играем даже с небольшим отставанием. И еще мы играем, к сожалению, без звука, потому что, когда звук одновременно пишется на камеру через микрофон и совмещается со звуком самой видеозаписи, идет резонанс. И это звучит очень паршиво. И поэтому нам приходится все время играть без звука и накладывать его уже непосредственно с видео. Вот такая вот несложная схема, хотя достаточно геморройная. Вот. Приставку можно выключать. Всем спасибо. Пора идти спать. Сейчас среди основных видеопроектов Киномании числится также цикл Dandy Memories, идея которого у меня возникла от желания рассказать не о самых плохих или стрёмных играх, а наоборот, о самых любимых и запомнившихся. Формат этой программы мне вновь подсказал Джеймс Рольф, когда выпустил видео Contra Memories. И честно говоря, когда я начал снимать первые выпуски, я не предполагал, что он тоже решит сделать из этого цикл. Все, о чем я рассказываю в этой программе, чистейшая импровизация, основанная на моих собственных воспоминаниях. Единственное, что перед каждой съемкой я детально прорабатываю план повествования, четко выстраивая свои основные воспоминания по хронологии, то есть о чем и после чего рассказывать в кадре, чтобы получилось последовательно. Пилотный выпуск о первой части Черепашек ниндзя на Dandy был отснят в конце февраля 2012 года, но в эфир так и не вышел, по причине того, что был забракован мною на монтаже из-за совершенно неудачного освещения. Ну и посмотрев на свою пробную импровизацию со стороны, я тоже внес сколько-то коррективных в черты своей речи. Немного позже этот выпуск был полностью переснят, и его финальный вариант и считается сейчас самым первым выпуском Dandy Memories. В тот же самый период мы с Корей запустили еще один проект, который отличается от остальных тем, что он по сути является интерактивным и проходит в прямом эфире. Это Финомания Лайф. Стрим-программа, основная цель которой пообщаться со зрителями онлайн и показать при этом еще какие-нибудь интересные игры. В лайф-выпусках мы, как правило, остаемся за кадром, но в октябре 2012, когда на очереди был уже восьмой выпуск, мы решили пойти на новый эксперимент и провести стрим прямо с нашей кухни. Фактически это объединило два проекта на кухне Финомания Лайф в один, в котором мы в прямом эфире проходили игру на приставке и общались со зрителями посредством чата. Техническая подготовка этого мероприятия была, так скажем, очень геморройной, так как нужно было синхронизировать на компьютере видео с камерой приставки с помощью двух ТВ-тюнеров и при этом настроить интернет-трансляцию и Wi-Fi-передачу на ноутбук для онлайн-чата. В общей сложности на все это у нас ушло около двух часов. Это выход в телевизор. А какое именно? Белый, желтый видео. Желтый видео, красный аудио. Так это в инн пойдет, да? В вау. Ну и из телека ведь. Правильно? Вот так. То есть сейчас он там должен показывать телевизор. Синий экран? Да, синий экран. Здесь там синий экран? Нет, черный. Черный? Подожди, ну давай это... Помеха пошла. А там есть? Да. Телевизор? Да. Ну какая-то хуйня. А? Какая-то хуйня из помехи. Ну вроде телевизор. Ну канал или нет? Посмотри. Ну канал. Яшко. А это... Просто мусор какой-то. Так, ну давай приставку. Я не знаю, передает ли он обидит канал таким образом или нет. Он телевизор так должен передавать. Вот, посмотри, есть. С большой помехой. С помехой? А почему? О! Что ты там делаешь? Делай это еще. Я крово шевелю. Вот, видимо, что-то там не доконтачивает. Сейчас плохо. Ну, значительно лучше, но все равно какие-то искажения идут. Как видите, не все было гладко. Впрочем, я надеюсь, что несмотря на всю геморройность подготовки такой трансляции, когда Коля приедет в следующий раз, мы как-нибудь ее повторим. Ну что ж, вот так вот и создается наша с вами инфиномания. С недавних пор у нас наконец-то открылся собственный официальный сайт, где вы теперь сможете без труда найти все наши программы, анонсы и множество других интересных материалов из нашего общего детства. Вы, наверное, думаете, да, это все замечательно, но что же нас ожидает в будущем? Разумеется, в будущем вас ожидают новые выпуски Dendy Memories, Dendy Chronicles и на кухне, среди которых будут два спецвыпуска, не похожие на остальные. Также в разработке сейчас находится новый видеопроект под рабочим названием VHS, который вскоре появится. Но помимо этого, конечно, вас ждет большой документальный фильм о наших незабываемых 90-х, который я планирую начать снимать этим летом, и даже оригинальная видеоигра по мотивам киномании. Да, все это вы вскоре обязательно увидите на нашем сайте kynomania.com, главное, не забывайте туда заходить. Ну, а напоследок, отвечая на главный вопрос, заданный в самом начале сегодняшней программы, что же такое эта самая киномания, скажу вам следующее. Киномания, друзья мои, это вы. Все, кто любит вспоминать свое детство и все лучшее, что было в нем с теплотой и улыбкой, именно вы все и образуете то, что называется киноманией. Так что играйте, вспоминайте и в душе не вырастайте. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok